итак начинаем следственный эксперимент по делу об ограблении что ты стоишь я сказал начинаем а че не будет это свет камера мотор дубль 1 рубль 1 борзый не борзей единственно что я могу устроить это личную гримерку 24 и с решетками на окнах начали девушка что вы молчите я растерялась меня просто уже десять раз грабили вот и ни разу еще не ловили бандита в общем я думала что просто нужно написать заявление отдать его вам потому что вы их коллекционируете а потом делаете селфи с потерпевшими так по моей команде начали вы делаете все в точности как было в тот день понятно начали девушка вы куда переодеваться в тот день я была в другом платье а я тоже пойду я в тот день был в другом месте стоять не обязательно в точности можете приблизительно понятно начали в тот день я стояла здесь и леонардо дикаприо должен был сделать мне предложение какой леонардо дикаприо что вы вводите следствие в заблуждение сказали примерно не настолько примерно вспомнили все вспомнили поехали начали начали в тот день я стояла здесь и он побежал ко мне начал угрожать борзый угрожай уважаемая мадам если вы не прекратите соблазнять меня своей красотой мне придется задушить вас этими ручками борзый я сказал угрожай а не соблазняй у меня в телефоне карточка не резиновая все быстро хватаю же сумку убегая отсюда да борзый без команды ну ну куда ты девушка где он он убежал с моей сумочкой твою мать скажите мне еще раз заявление писать нет блин сиськи показывать хорошо а вы включили уже камеру что происходит-то египте-палки да да проходите здравствуйте здравствуйте вы по записи я как только мотор затроил сразу сюда в больничку что простите по тур затроил чего не понимаешь ну да вот так вот примерно и еще эти фильтра надо прочистить а то вью туда чего попала вообще без разбору мужчина вы ничего не путаете у нас здесь больница и мы лечим людей они фильтра меняем эти еще стойки надо посмотреть там чего уровень масла или чего-то поскрипывают как-то и похрустываются я не понимаю какие стойки я же говорю это больница это не сто вот баба она и есть баба есть мужик у вас тут больнички машинах разбирался главврач олега петрович давай дуй за олегом и за петровича дуй давай так значит у нас мотор троит на фильтры забились забились и стоечки скрипят скрипят ну что ж мне все понятно сейчас мы вам все назначим другое дело что назначим у нас же для двигателя ничего нет векчика мотор барахлит это значит сердечко пошаливает фильтр это почки а стоечки скрипят это вот гелем надо суставчики смазать а вот вы гений доктор слышь док да еще короче выхлопуха у меня чё-то коптит и детонация сильная может чё глянешь там нет 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 выхлопуха это другой специалист слава богу давайте вас провожу это недалеко вот здесь идем до свидания детонация хорошо что бензонасосом не стал размахивать на троих ой молодой человек что можно вас на секундочку подскажите который сейчас час без двух минут три одну секундочку молодой человек да да вы не знаете какая температура воды сегодня ну где то двадцать шесть двадцать семь градусов ой серьезно с ума сойти а не подскажите может ли акула подплыть к берегу что за дурацкие вопросы какая акула это же речка а я поняла в реке не бывает акул я очень спешу извините одну секундочку молодой человек можно вас на пару минут я хотела спросить ах а как вас зовут а то вы мне все рассказываете рассказываете а я все молодой человек да молодой человек миямин а что я вам понравился честно говоря нет а что вам тогда от меня нужно тень от вас такая хорошая большая тень а я вся видите обгорела постойте со мной еще немножечко хорошо знаю что дура дура дурацкая пожалуйста тень 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 и такое искала какие будьте как вы покупаете помада шикарная шикарная красная я люблю вот этот красный алый цвет потому что я нахожу цвета розовый уважаемые пассажиры с вами говорит второй пилот рейс анталья киев готовится к взлету желаем вам хорошего полета разрешите взлет пасыба приготовились разгон с богом что происходит не знаю тормоз отпустил отпустил а что с тягой проверяли самолет три раза проверял сегодня лично проверял тебя самого нужно три раза проверять давай еще раз это такое я не понимаю то пусти ты меня ну я извиняюсь конечно что происходит сейчас решаем проблему со взлетом и сразу же взлетаем все будет в порядке с каким взлетом я уже пять минут сижу и жду а мне не несут ни мяса ни рыбу хотя я заказывала и то и другое я кажется понял в чем проблема я тоже уважаемая присаживайтесь на свое место сейчас он все принесут в двойном экземпляре и побыстрее конечно долбаный ол инклюзив они там сейчас с отдыха все такие наверное уважаемые пассажиры наш рейс переносится на неделю до за это время советуем вам воспользоваться фитнес-залом который расположен на территории аэропорта спасибо за внимание жердяи я сейчас вернусь гурген георгиевич может вам тоже воспользоваться спортзалом я о чем да так со мной все в порядке более я в кабине это ни на что не влияет да тут аэродинамика такая все рассчитано я наверно в турцию следующий раз палечу не с вами 47 48 49 50 фотографии в стиле нюх приносят доход в стиле пи просто пи какой доход иди уже здравствуйте надеюсь это парочка не на эротическую фотосессию хотя рада приветствовать вас в нашей фотостудии у нас есть семейные фотографии эротические фотографии девушка что вы тарахтите своим языком как бардачок копейки мы взрослые люди у нас этих голых фотосессий больше чем китайцев на привозе нам нужно взрослая фотосессия есть специально для вас фотосессия в стиле викторианской эпохи королева и и фаворит мариночка может быть прислушаемся к мнению профессионала я тебе сейчас дам в ухо и ты всю жизнь будешь прислушиваться девушка как говорят у нас в одессе ближе к телу заряжайте свою пленку у меня цифра по цифрам и потом поговорим хорошо хорошо еще пару фотографий можно поменять позу не на комасутру фотографируемся чтобы им позу менять ну тогда клевые фотки для семейного альбома такого семейного альбома это надо робби над гробби а как бы жили долго и счастливо и умерли в один день это для него а чего тогда я вас двоих фотографировал ну чтобы видели кто там лежит из-за кого я тебе говорила что я с тобой сделаю если ты будешь мне изменять мариночка я не изменял и я просто поднес цели сумку закрой рот нам нужно еще поехать за надгробием и за туфлями я больше так не буду конечно конечно я тебе верю я тебе верю но я столько денег потратила на столовую музыкантов а еще нужно заехать за цементом за тазиком ну и на набережную ты чё делаешь то вот информацию надо стереть зацени все купил денег на снасти не хватает одолжить 500 гривен я зарплаты отдам я понимаю но я жене только шубу купил не могу одолжить жене летом шубу ты чё ее на северный полюс отправляешь будет ехать пусть и тещу мою возьмет вот ты ржешь тут а между прочим сейчас самое время покупать зимние вещи там шубы сапоги это тебя кто сказал жена да при чем тут жена ну даже на я так и думал может начальство там премию даст и купишь обязательно а потом догонит и еще раз даст ты знаешь что все деньги на новую полицию ушли а нам старым как хочешь так и выкручивайся очень рады сволочи твари я вам устрою я не вам хлопцы хлопчики дело есть на миллион дед ну иди отсюда пожалуйста если быть конкретным ребятки на 10 миллионов откуда у тебя такие деньги а можете всю жизнь откладывал на похороны с двадцати лет а какие похороны дед ты ж у нас этот дункан маклауд у вас то я точно переживу но деньги вернуть надо хлопцы помогите мне где то мы же сказали мы этим не занимаемся если вернете мне мои десять миллионов вам каждому по миллиону да ты не обманываешь ну когда я вас обманывал ну так ну нет вернее сейчас точно ребят деньги то мои поможем а там и снасти и шуба ладно давай рассказывай где там у тебя эти миллионы ну так вот это оденьтесь это бронежилеты маски чтобы лица не видно было деньги то большие дело серьезное дело говорит вроде старый а башка еще варит о молодцы так саня долго там да иду иду несу давай все дед мы готовы давай адрес сейчас адрес прямо на сберкнижки и написаны сейчас так банк с ссср улица ленина дом 28 чего хлопцы поедем сейчас к ним разберемся деньги мои получим о задаток как и обещал где-то ты в курсе что союз развалился и такие деньги уже не ходят как не ходят это что получается не получу я своих денег да ладно что делать пойду домой ты-то может и не получишь а у нас есть шанс а как то вы их можете получить если советский союз то развали ну союз то может и развалился а вот это пока еще не очень сильный да я же сильный я сильный мы тяна органы сдадим миллион мы конечно не получим но до следующей зарплаты дотянем точно точно хлопцы я буду вынужден защищаться да 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 дам а карга Надежда Константиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Не узнаете, да? Извините, нет. А если вот так? Мне ваша школа нахрен не нужна. И логарифмы ваши никогда в жизни не пригодятся. Егор! Признали. Присаживайся. Спасибо. Ну как вы тут? Ничего, спасибо. А ты изменился, возмужал. А вы, кстати, вообще не меняетесь. Спасибо. Как были старые, так и остались. Ну как твои дела? Да все класс. Все, как вы говорили. Вот говорили, что я бандитом стану. Все, слава богу, так и произошло. Сейчас вот, кстати, в мэра иду. Предвыборная гудит вовсю. О, а помните Колю Яворского? Вы еще говорили, что он математиком станет. Так и да, работает у меня бухгалтером. Помните, как мы на школьных дискотеках дэнсили под этот... Бухгалтер, милый мой, бухгалтер. Но эта песня не про него. Про него голуби летят над нашей зоной. Посадили. Ужас какой. Да ничего страшного, ему немного дали. О, а эту, Ленку Сныткову, помните? А, да-да-да. Вы еще говорили, что она этой станет. Ну, этой. Так она ей и стала. У меня работает в стрип-клубе. Все клиенты довольны, да. Блин, вот все, что вы не говорили, все сбывается. Даже это. Кто? Вот это? Да я тебе... Олежка Кувалдин. Помните, вы говорили, что ему спорт поможет? Олег. Помог. Сейчас у меня телохранителем работает. Да, загрызет даже никчемную бабульку. Телохранитель. Как ты мне вчера пел? And I will always love you. Ну, все-все, закрой хлеборезку свою. Я все понимаю, а зачем ты мне все это рассказываешь? Я напоминаю, я в мэра иду. Я приглашаю вас работать у меня в предвыборной бригаде. Да, вот просто ходите и рассказывайте, что вот я стану следующим мэром. А ваши прогнозы работают лучше любых соцопросов. А если я не соглашусь? Ну, если не согласитесь, то тогда сбудется другой ваш прогнозик. Помните, как вы говорили, «Егор, ты меня когда-нибудь до могилы доведешь?» Я согласна. Отлично. Все, школу отработали. Пошли в больничку. До скорых встреч. Любезнейшая, разрешите к вам обратиться. Здрасте. Будьте добры, если я, конечно, вас не отвлекаю, презентовать мне, если, конечно, не дай бог вам не сложно это сделать, за умеренную плату... А, что-то от кашля. Есть один фиропик, замечательный. Смотрите. Значит, он без спирта, поэтому вы можете сразу за руль. Хорошая моя, я боюсь, вы неправильно истолковали мою просьбу. Дело в том, что посмотрите на меня. Я уставший путник. Посмотрите на мое лицо. Неужели вы думаете, что мне поможет сироп от кашля? Тем более, если он не на спирту. А, поняла. Вам нужна вот такая мазь. Обалденная. Мажете под глазами и синяки как рукой снимет. Мудрейшая моя. Я вижу, вы прекрасно разбираетесь в своем товаре. А это свидетельствует о высочайшем интеллекте. О, я боюсь, мазь мне не поможет. Мне кажется, я догадываюсь. Танюша, принеси-ка новую мазь для век. Прошу. Богиня фармацевтического чага, позвольте обратиться к вам к простому смертному. Я вас слушаю. Возможно, вы точнее услышите просьбу уставшего от тяга судьбы человека. Дело в том, что мазь вряд ли поможет мне наладить мое внутреннее равновесие. Вы знаете, это прекрасная мазь. Я сама ею пользуюсь. Ну, давайте, может быть, крем вам предложить. Много крема. Чарущая моя, давайте продолжим диалог с вами. Вынужден отказаться от сиропа и от мази, так как меня гнетут более тяжкие муки. Я вас не понимаю. Так а что тут непонятно? Ну, сразу же понятно, что его беспокоит. Горло, да? Горло беспокоит. Наверное, хронический ларинготерхиит? Нет. Нет? Гораздо глубже. Геморрой. Ну, не так глубоко. Сердце. Душа. Ой, вас, наверное, бросила девушка. И вам надо выговориться, правильно? Да, черт возьми, меня бросила девушка. Мне нужен спирт или боярышник? А у нас такого нет. Уже раскупили. Что же вы мне голову морочите-то, а? Кто же мне, аптекарь еще? Вы что, не видите, что мне тяжело подбирать слова? Не можете помочь человеку. Вы и аптекарь, вы палачи, сатрапы и жири. Извините. На троих. Субтитры создавал DimaTorzok